Почту вертолета. В Заполярье продолжается практическая реализация соглашения между Наринмарским объединенным авиаотрядом и Почтой России по доставке грузов в села и деревни. На этой неделе в отдаленные уголки Ненинского округа уже отправили несколько тонн корреспонденции. Накануне чартерным рейсом доставили посылки и письма в Усть-Кару. Репортаж Алины Ваучейской. Очередная партия почтовых отправлений доставлена в распределительный пункт. Именно здесь сортируют письма, посылки и другую корреспонденцию. Здесь сотни коробок с товарами из популярных интернет-магазинов. И в скором времени всех их доставят в населенные пункты Ненинского округа. Это сортировочный центр Почты России. И если раньше посылки могли храниться по несколько месяцев, то теперь проблема решена. Ведь появились чартерные рейсы. Например, вот эту гору коробок в скором времени доставят жителям Шойны. Обязательная процедура перед отправкой – сверка информации по штрих-коду. Делается это, чтобы не вышло казусной ситуации. И посылку или письмо увезли именно в тот населенный пункт, куда оно адресовано. Начальник отделения Татьяна Галянт в распределительном центре работает третий год. За это время количество корреспонденций увеличилось в разы. Ведь жители населенных пунктов практически все заказывают в интернет-магазинах. Начиная от продуктов и воды и заканчивая бытовой техникой. Самый пиковый период у нас начинается ноябрь, декабрь, январь. Это самое пиковое, очень большое количество. Если в среднем мы обрабатываем где-то 30 тонн в месяц, то декабрь мы закрыли 55 тонн. После того, как партия почтового груза сформирована, ее направляют на досмотр. И только когда все отправления проверены, их загружают на воздушное судно. Корреспонденцию в зависимости от объемов перевозят либо на самолетах Ан-2, либо на вертолетах Ми-8. Пятокрылую машину загрузили, что говорится, под самые потолки. Этим почтовым рейсом самый отдаленный, зеленый пункт Денецкого округа на западе в Усть-Кару доставят порядка одной тонны груза. В Усть-Каре долгожданный борт встречает сразу несколько снегоходов. Это был восьмой чартерный рейс в 2020 году. В ближайшее время почтовые вертолеты и самолеты доставят корреспонденцию в Ому и Несь.